Вот это идет не от того, что, как говорят, престижно, а от того, что душа просит. Прицелился, четко ударил и шар уже в лунке. Сложно поверить, человек, который ловко орудует кием, лихо перемещается вдоль зеленого сукна без ноги. 30 лет назад Александр Исаенко поехал в рабочую командировку и попал в страшное ДТП. Непредвиденные обстоятельства. Перевернулись два раза, на третий встали на ноги. Но я уже был без ноги. Вернее, с ногой, но переломанная. Травма, угроза жизни, ампутация. Итог 80% утраты трудоспособности. Но Александр не пал духом, открыл бизнес и даже стал титулованным футболистом. Он в составе Барнаульской команды ампутантов, пятикратные чемпионы России и четырехкратные чемпионы Европы. Сейчас Александр ждет новый протез, который позволит ему не только ходить, но и бегать. Развивается скорость до 8 или 10 километров. В который у меня будет протез, я на нем долго не ходил. Я всего где-то, может быть, час подвигался. Это просто... Ну, я не могу это вам рассказать. Это нужно на себе прочувствовать. Протезирование, санаторно-курортное лечение. Раз в 7 лет автомобиль. Такую помощь оказывает фонд социального страхования Александру. Ведь травма производственная. Кстати, по данным фонда, число несчастных случаев на работе. Благодаря закону об обязателям соцстрахований за 18 лет снизилось 6 раз. Если в 2001 году было зарегистрировано 3900 случаев, то в прошлом году зафиксировано 631 производственная травма и кофт-заболевание. За 9 месяцев текущего года показатель производственного травматизма на 1,5% уже ниже, чем аналогичный показатель прошлого года. Как правило, к ЧП на производстве приводит человеческий фактор – несоблюдение элементарной техники безопасности. В этом году на производство края пострадало около 500 человек. Большинство из них – сельхозработники и специалисты обрабатывающей промышленности. Сегодня назрела ситуация, когда надо говорить, что сегодня надо предупреждать несчастные случаи на производстве, а потом возмещать. Сегодня надо вкладывать деньги на реабилитацию пострадавшего, на лечение и возврат его к трудовой деятельности. За 20 лет расходы регионального фонда соцстрахования достигли почти миллиарда рублей. Несмотря на то, что производственных травм стало меньше, предприятиям края есть над чем работать. Сотрудники фонда призывают стремиться к нулевому травматизму. И тогда эту огромную сумму денег можно будет направлять не на компенсации, а на профилактику производственных ЧП.